Здравствуйте, здравствуйте! Я снова на рынке и немножко запишу видео. Сегодня у нас на календаре 23 мая и, знаете, все равно холодно. Просто холодно так, что ужас. И поэтому люди... Нету такого ажиотажа, как было при тепле. И когда тепленько, тогда все раскупается, тогда люди хотят ковыряться в грядках. А у нас в Беларуси в этом году очень холодная, очень холодная весна. Мне задали вопрос, как идут продажи на рынке и что лучше всего продается. Ну, сейчас я переверну камеру и постараюсь рассказать. Итак, насчет продаж. Конечно, самое популярное это Туя Смарагт. Туя Смарагт для заборов, для живых изгородей. Туя Смарагт просто дарят в подарки. Поэтому вот это, это самые популярные экземплярчики. На втором плане стоит Туя Хасери. Вот, Туя Хасери. У меня представлена линейка. Но сегодня я мало брала с собой экземпляров. Вот, получается, вот начиная от 9 рублей. 9 рублей это сколько? Это, наверное, меньше, чем сколько? Около 3 долларов, короче. Вот, вот такая Хасери. И вот такая большущая у меня. Просто огромная, просто огромная Туя. Вот, 40 рублей она стоит. 40 рублей это на белорусские деньги умножьте на 30. И будете знать к российскому рублю, сколько это стоит. Дальше. Из хвойников выделить невозможно, что лучше берут. Потому что в один день берут одно, вот, в другой день берут другое. Но сейчас я вывезла разные ёлочки. И у меня представлены, смотрите, какие ёлочки. У меня Ниди Формис, плоская ёлка. Потом у меня Дэйзи Уайт беленькая и коника. Вот они, конечно, пользуются спросом. Это что-то новое, редкое. И людям очень нравится. Поэтому вот это у меня разбирается сразу. Так. И кустарники. Вот такие кустарники. Тоже у меня кустарники неприхотливые. То, что переносит наши зимы. Потому что очень много кустарников, например, будлея, которая в этом году просто вымерзла, идёт от корня. Много кустарников, которые надо укрывать. Вот, например, скумпия. Она прекрасный кустарник, но без укрытия скумпия не зимует. А люди не хотят заниматься укрытием. Поэтому часто люди приходят и говорят неприхотливое, что-то неприхотливое. Вот из неприхотливых тут у меня различные кустарники. Это и форзицы, это и дэйцы. Вот красавица дэйцы. Это спирейки разные. И японские спирейки. Тут у меня четыре вида японских спирей. Это и барбарисы. Вот разные тоже. У меня тоже четыре вида барбарисов. И бересклеты, и спирея весеннего цветения, спирея арбута. Кстати, в этом году спирея арбута совсем не идёт по сравнению с прошлым годом. В прошлом году, наверное, набрались у неё уже. Вот. И пузыри плодники, гортензии, ивахакуранишики. Опять же, в прошлые выходные просто ажиотаж на ивахакуранишики был. В эту субботу я не продал ни одной. То есть, получается, как повезёт. И предсказать, что лучше, а что хуже, совсем невозможно. Дальше. Сейчас я расскажу вам по цветам. Цветами я занимаюсь в последний раз. С продажами цветов в своей жизни. Ещё вот мои фиалочки. Да, я ими буду торговать, потому что фиалки пользуются спросом. И такие большие фиалки. Вот смотрите, мои фиалки мамонт. Какие они огромные. Их берут. Но, опять же, я их наращу не больше, например, как в этом году. Я не помню, сколько у меня. 200 штук, наверное, их было. То есть, этого достаточно. Дальше. При таком количестве ассортимента, и это у нас не одна такая палатка на рынке. Понимаете, мои петунии, они вроде и неплохие, но они смотрятся настолько скромно, что я, даже понизив цену на них в два раза, я продать, очень тяжело мне их продавать. Поэтому в этом году я всё, я представляю, как будет красиво у меня на участке, я всё высажу себе на участок. Ну, бесплатно же я раздавать не буду, а куда-то его деть придётся. Поэтому, нарастив огромное количество растений, и как-то невозможно продать, и тут же вложены деньги, тут и в землю вложены деньги, в кадочки, и в самую покупку семян, которые не очень дешёвые. Вот. И получается, что результата не получается. То есть, получается просто отбить хотя бы семена. Вот. Я уже не говорю отбить землю. Поэтому я поняла, что нельзя заниматься всем сразу. Люди привыкли к тому, что ты занимаешься, например, хвойными. И хвойные уже привыкли, что у меня хорошее. Потому что вот недавно тоже подходила женщина, которая у конкурентов купила, например, пять туи, все туи пропали. Вот. Ну, видите, как бывает. Я, конечно, отдала свои советы, как может реанимировать. Но, опять же, когда стоит туя вся жёлтая, облезлая, понимаете, какая там реанимация, и сколько там придётся ждать, чтобы её реанимировать. Поэтому вот, наверное, на туях и на кустарниках у меня получается. А другого, другого мне просто не хватает времени и сил на другое. Поэтому буду концентрироваться на чём-то одном. Ну что ж, там появились какие-то люди. Пойду попробую поторговать. И, может, ещё что-нибудь вам сниму. Ну и так, сейчас уже час дня. Поторговали мы. И поэтому есть про что рассказать, как прошёл сегодняшний день. И что же всё-таки лучше берут. Что пользуется спросом. Что лучше растить. Я сейчас вам расскажу. Хочу сказать, что день сегодня был по погоде непродажный. У нас шёл дождь. Очень сильно ветрено. У нас всё время раздувались наши картинки. Прямо ветер срывал картинки. И ливень прям, ливень лил очень сильно. И поэтому торговать, если честно, было неприятно. Потому что в такие минуты все люди как-то прячутся. Хотят побыстрее убежать в какое-то укрытие. И, знаете, остановить их и уговорить, чтобы они купили что-то. Что-то очень сложно. Но вот пришлось свои артистические таланты применять и мне, и сестре для того, чтобы что-то продать. И самое интересное. У нас уже с апреля месяца получается приблизительно одна и та же сумма. И в субботу, и в воскресенье. Сейчас я перервусь. У нас с сестрой вообще такое впечатление, что для нас запланирована определенная сумма. Знаете, так, как бы сверху определили тебе сумму, и вот каждый раз тебе капают зарплату. И иногда мы сидим, нету продаж с утра, и думаем, ну всё, сегодня уж точно ту сумму не наторгуем. И потом откуда-то появляются какие-то оптовые клиенты, которые чик-чик-чик, и к концу дня ты можешь сидеть, например, до 12 с 50 рублями в кармане, и к концу дня у тебя как бы появляется та сумма, которая запланирована. Вот это, конечно, удивительно. Ну, а дальше то, что продалось, я сейчас расскажу более подробно. Я думаю, будет вам интересно. Итак, витрина наша поредела, поредели наши смарахты, поредели витрина с шариками, купили у нас эрикоидос. Наши ёлки ушли практически все, только осталась одна коника. Дальше из стерющихся можжевельников у нас тоже практически забрали все. Это и блюкарпит, и хьюз ушёл, и вариегата ушёл, и по кустарникам, конечно, у нас тоже потихонечку что-то подразобрали. Ну, наконец-то наши ивы хакуранишики. Сегодня вот две, две у нас купили. И купили у нас две мацуданы, ивы мацуданы. Но цветочки мои так и стоят. Немножко прикупили у меня фиалочек, и всего лишь я продала две ампельные петунии. Хотя моя цена в два раза дешевле. Но, видите, когда у тебя нету витрины, то никак не уговорить, и никак не рассказать, что у меня элитные, классные семена, семена классные, растения действительно классные. Но вот не могу я создать вот такую вот витрину, как создаёт вот этот мальчик. Ну, да ладно. А теперь я вам расскажу про другое растение. Правда, его сейчас нету, но у нас есть фотография его. Вот фотография. Танюха моя сидит с этой фотографией. А хит-продаж – это лимонник китайский. Во-первых, торговать нам надо было чем-то. У нас очень плохо шли продажи, и я зазывала «лимонник китайский, лимонник китайский». Он обретает жизненные силы, помогает при мужской импотенции. И представляете, когда вот я сказала такое, тихонечко подходили мужики и спрашивали, говорили, а дайте то вот растение, которое так тихонько-тихонько, которое вот про что вы говорили. Я говорю, а про что я говорила? Я же много про что рассказывала. Ну, вот про то растение, которое вот для мужских слабостей. И вот прям за час у меня лимонник китайский, ушло три растения. И, то есть, как бы я и ставила еще небольшую цену, но у меня уже заказ на следующий раз. Поэтому, накопая лимонника китайского, это будет значительно лучше, чем какие-то растения другие, экзотические, с которыми возни. А лимонник же, он распространяется вдоль забора, сам нарастает, его расти специально не надо. И поэтому вот такие, вот такое растение, незатейливое, кажется, но оно является хитом продаж. Вот. Ну, и еще, конечно, наша станет способность уговорить, рассказать и предложить людям, предложить им помощь в нужный момент. Вот так. Ну, вот такие, такая у меня сегодня информация. Что я еще хочу сказать? Что все-таки надо заниматься, надо пробовать разные дела, для того, чтобы понять, что твое, что не твое. И вот мы в этом году и помидорков посеяли, поняли, что это не наше. Мы цветы посеяли, поняли, что это не наше. Наши это хвойные и декоративные растения, декоративные кустарники. Вот это наше. Этим мы будем дальше заниматься. Это нам нравится. Вот. Поэтому, если кто-то хочет тоже заняться питомником, вы попробуйте растить разное. И вы тогда поймете, куда вас больше клонит, что вам больше интересно. Вот. Ну, на сегодня, по-моему, у меня информации достаточно. Пока-пока. Приходите на мои стримы. Вот. Задавайте там разные вопросы. Я рисую. И вот по воскресеньям я, не знаю, может сегодня я выйду в эфир прямой. Мы поболтаем еще. Сейчас приеду и сразу постараюсь загрузить это видео, а вечером выйти в эфир, чтобы можно было поболтать. Там вы можете позадавать свои вопросы. Ну что, пока-пока. Пальчик вверх я заслужила. Ну и садите лимонник китайский, если что. Особенно мужики.